Белорусский молодежный театр начал свои гастроли в Самаре с известного спектакля «Дорогая Памела». По сюжету мошенники, спасаясь от преследования полиции, приходят в дом к одинокой старушке Памеле Кронки. Они хотят ее застраховать, устроить ей несчастный случай и получить деньги. Но Памела своей чистотой, верой в людей и любовью к ним заставляет мошенников понять, что деньги – не самое главное в жизни. Очень светлая история. Там нет такой, скажем, очень агрессивного существования. Там много любви. Гастроли Белорусского молодежного театра в Самаре проходят впервые. Менчане сыграют семь спектаклей по одному каждый день и попытаются раскрыться во всем своем творчестве. В репертуаре комедии и драма, зарубежная классика и современная драматургия. Спектакли для детей и взрослых. У нас труппа, не буду, опять же, я констатирую факт, одна из лучших. Разношерстные такие артисты, но я вам скажу, что вот этот коллектив мы собирали по каждому человеку. Очень многие ушли от нас, не понравилось что-то. А очень многие к нам просились, но мы не брали. Ставили у нас очень разные режиссеры. И в основном, знаете, из России, из Франции, из Германии ставили, из Украины ставили. Труппа, воспитанная, в принципе, на работе с разными режиссерами, абсолютно. Увидеть спектакли Белорусского молодежного театра можно, используя пушкинскую карту. Они привезли в наш город замечательные спектакли для наших зрителей. И я думаю, будет очень всем интересно, потому что какие-то спектакли пересекаются с репертуаром многих наших театров, что будет, наверное, особо тоже интересно нашему самарскому зрителю. Наш зритель на самом деле очень теплый, очень отзывчивый, очень коммуникабельный. И я думаю, что всем нам будет очень комфортно от такого нашего творческого сообщества вот в эти дни. Билеты проданы. И пусть многих не удивляет, мы так договорились, поскольку тоже было такое предложение, что у нас будет действительно портер продаваться, и мы продавали портер полностью, 250 мест. И вот такой, во всяком случае, аншлаговый, аншлаговый зрительский успех. Гастроли минской труппы стали возможными благодаря подписанному в прошлом году соглашению о сотрудничестве по реализации культурных проектов между Самарской областью и Белоруссией. Но это не первая творческая ласточка. Минские гости приезжают в Самару на фестиваль «Кино детям» и различные музыкальные конкурсы. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.